Всем привет! Наконец-то нашлось у меня время отснять видео для вас сода и похудения. Если кто помнит, кто дивится давно, я снимала видео сода и похудения по Неумывакину. Так вот, это видео у меня сейчас лидирует по количеству просмотров. Я тоже признательна всем тем, кто пишет мне комментарии, кто делается своим опытом. И по просьбе подписчиков, собственно, с тех же комментариев, я снимаю видео. Постоянно меня питают, ну что, вы принимали соду? Вы принимали соду? Да, я принимала соду. Сейчас я вам все расскажу подробно. Свой опыт, как я ее пила, что с этого получилось, это очень интересно. Не переключайтесь. После моего видео, мне писали дуже багато комментариев, в том числе подписчики и блогеры, те, яких я знаю, с якими общаюсь я помимо ютуба. Так вот, одна женщина, блогер, написала, Я принимаю соду уже более двух лет, ну и я сразу тут ура, эликсир похудения, молодости, я нашла. Я начала пыть соду по Неумывакину. Утром, натощак, за 30 минут до еды. Так, как пишет книжка, в чашку я добавляла на кончики ножа сначала соды, потом чуть-чуть больше увеличивала дозу и заливала это все кипятком, чтобы сода погасилась. Когда остывается раствор, ну, такой, как чайок, что его можно пить, я его выпивала и чувствовала себя замечательно. Мей мозг мне сказал, Валя, наконец-то ты похудеешь. Прошло три дня, все было замечательно, хорошо, и ночью уже третьего дня я почувствовала остру боль в спине. Сразу не поняла, что к чему, а потом до меня дошло, что це в мене болять почки. Когда я пошла в туалет, я извиняюсь за подробности, но рассказываю всю чистую правду, при моче спускании была жутко боль невыносима, и я была в шоке. Что это такое? Из-за чего и что? Дотянувши до утра, считавши каждую минуту и каждые часы, я написала своей знакомой, блогеру, что надо срочно созвониться и поговорить. Мы созвонились, и она мне сказала, Валя, не паникуй, так и должно быть. У меня было точно так же, и все это дело прошло через полгода. Что я стала делать дальше? Я не стала рисковать здоровьем, я не стала экспериментировать. Мой страх все-таки взял крышу над мной, и я перестала пить соду. Уже буквально на другий день я чувствовала себя хорошо, у меня ничего не болело, и я сказала, скільки цей жизни, чтобы я экспериментировала над собой соды. Я сейчас не хочу аклеветать там меоніуми Вакіна, так же книжку. Я знаю, багато розказують, что худеют, и багато хто її пьет, и розказують, что надо и вы ждете время, полгода, год, что это все пройде, все будет хорошо. Это решать вам, если вы захочете, вы можете это все делать. Я просто делюсь с вами своим опытом. Но прошло пару дней, и что вы думаете? Я опять начала пить соду, но уже по другому методу. Опять же в Ютубе у блогера, на которого я подписана, у которого там тысячи подписчиков, 125 тысяч, по-моему, рассказываю, как она пьет соду. Значит, утром тоже натощак, за 30 минут до еды, в стакан воды, вода должна быть не из крана, вода должна быть чиста, из якогось джерела, даже не из бутылки, а из магазина. Она добавляет пив, чайные ложки соды, и чайную ложку лимонного сока. Погашаю, получается такая минеральная вода с лимоном, пье, все хорошо, худею, обмен вещественный стабилизировался, все нормально. Ну и я иду на кухню на другой день, и с утра начинаю колотить соби шипучку, яку мы робили, в принципе, я думаю, многие из вас в детстве. Пылая три дня. На четвертый день я поняла, что что-то не то. Перед приемом соды я стала на весы, мне было 73 килограмма 700 грамм, и через три дня мне стало 75 килограмм и 200 грамм. Я села на диван и нагнула голову, я себе подумала, если ты хочешь испортить соби день, встань с утра на весы. Но дело же не в этом, важно найти причину, почему так получилось, из-за чего у меня добавился вес. И тут я подивилась на свои ноги и поняла. У меня пошла отечность, отечность пошла по всему телу, руки, ноги, лицо, под глазами, мешки. А все дело в том, что рекомендуют, настают, рассказывают, пейте в день от полтора до двух литров воды. Вот я и пила. У меня, значит, полтора литровая бутылка воды, я ее с вечера набираю, добавляю туда кусочек лимона, кусочек имбиря и в течение дня выпиваю. И через три дня, вы представляете, я иду, вот такая вся распухшая, потому что у меня везде отечность. Я не могу передать просто свое состояние, которое у меня было. Ну и ладно, перестала я пить соду, перестала я пить литрами цю воду, и уже буквально через пару дней я стала на весы, у меня вес был 73,7. Слава Богу, сказала я, все, экспериментировать со своим здоровьем, со своим организмом я не буду, вам так само не рекомендую. Перед тем, як щось употреблять, як щось пробовать, экспериментировать, хорошенько подумайте. Не все ж заключается в нашей полноте, красоте. Важно, чтобы все были здоровы. Итого я в каждом видео кажу. Будьте здоровы, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Я тоже вам буду признательна. И пока-пока!